Здравствуйте! В студии Дарья Порохня. Рассказываем о самых важных событиях, произошедших за эту неделю в Бельцах и на севере страны. С 1 февраля в Бельцах подержал проезд на такси, а водители жалуются, что у них нет заказов. И это уже второй раз за последние месяцы, когда повышается стоимость их услуг. Таксисты говорят, что если 2-3 года назад у них было в среднем 30 заказов в день, то сейчас не более 10-12. Эдуард Граждану работает таксистом уже 5 лет. Мужчина говорит, что с утра до 2 часов дня выполнил всего 2 заказа. Таксисты говорят, что все меньше людей пользуются их услугами, а новое повышение тарифа не поможет им покрыть расходы. Люди признаются, что раньше пользовались этой услугой, но сейчас поездка на такси сильно бьет по карману. А сейчас уже не буду. Это сто пудов не буду. Я лучше пешка пойду. Уз такие деньги я не пойду. Смерчем больше пешка. Возьмем спорт, вести более санатоза для жизни. Но с ума сжарат, когда ты не можешь куда-то, это очень сложный. С первого февраля стоимость проезда в бельском такси составляет 3 лея 90 банов за 1 километр в городе. И 8 леев за пределами муниципия. Автошколы в Бельцах больше не имеют свободного доступа на улицы Штефана Челмария, Дечебала и Киевскую. Будущие водители, а также их инструкторы должны будут следовать специальному графику, который, по мнению местных властей, позволит уменьшить пробки в городе в часы пик. Большинство директоров автошкол города оспорили распоряжение мэра. Мы относимся скептически, потому что это, во-первых, нарушает закон, во-вторых, это вмешивание в образовательный процесс, что в принципе не должно быть, а в-третьих, такие вещи нужно обсуждать совместно. Будем ли мы этому решению или нет? Нет, не будем. Проблема не только в автошколах. Она комплексная проблема, которую нужно решать комплексно. Настраивать правильно светофоры. Я считаю, что на Дечебал и Штефана, куда нам в основном запрещают заезжать, неправильно работают светофоры, там должен быть мониторинг к отделу. Человек должен сидеть и видеть. Если есть пробка, должен гореть дольше зелёный, чтобы машины уехали. В начале января, когда было опубликовано положение об ограничении движения автомобилей, принадлежащих автошколам, инструкторы провели эксперимент. Мы сделали эксперимент, значит, мы убрали автошкольные машины из центра города, вот в часы пике именно, чтобы проверить. Пробки как были, так они и есть. Когда мы увели машины все на банк, мы создали огромнейшую пробку. То есть, что получилось? Получилось, что пробка на Штефана и Дечебал осталась, плюс мы увели все машины в район Бама или в район Северного и создали ещё там пробку. Кроме того, директор автошколы заявил, что это решение является противозаконным. Мы не имеем права уходить от маршрутов. Вот если мы уйдём от маршрутов, нас сразу накажут. А мэр заставляет нас уходить от маршрутов. Для того, чтобы получить новые маршруты, эта процедура длится от 60 дней. А если все автошколы города из Севера Молдовы обратятся в одночасье в МВД изменить маршрут, эта процедура займёт не 60 дней. А с таким наплывом людей, анализом ситуации на дорогах, она займёт полгода. Инструкторы по вождению против решения принятого мэрии. Живём роте стабилити дела полиции. На премаре учрекается факт уляка по-своему. Ну, с премьер, с пинтушкой. Премаре требуется факт тотал легал, когда с премьер, с ней держи, к нему смежи бедром летать. Если это доставляет им неудобства в пробках, бельчане заявили, что будущие водители имеют право учиться управлять рулём даже в часы пик. На основных магистралях города. Как бы нежелательно. Ну, пускай учатся. Мы все так же учились. Мне как бы не очень. Но мешает. Все учились, все как бы это мы проходили. Пусть они тоже учатся. Местные власти заявили, что распоряжение мэра является обоснованным и останется в силе, если суд не примет иного решения. Романим игол. Да, и с адресат суд, контракт. Романим игол. Романим игол. Романим игол. Романим. Романим игол. Романим игол. Романим игол. Романим игол. Романим. Романим игол. Романим игол. метров древесины должны быть направлены в общественное учреждение населенного пункта. Дополнительно на фаца-локу, а у фоста 4 человек, которые executают такие работы. В первую очередь, это было искусство экологическое, полиция. На фаца-локу, уже все остались констатарии, и теперь начинают санкционировать все действия, чтобы люди санкционированы в соответствии с правительством. По словам начальника инспекции по охране окружающей среды Гладиан, предварительно подсчитанный ущерб составляет 4320 леев. Как урмара, са констатат, ка де нещите персоны у фоста эффектуате лукарьи неаторизате, адикэ, сау таят короаналя арбе на 75 арбе специя, ну, к варста пести 50 лет. Саа калпалат прежудичу, превентив, пести 4320 леи. Ва фи, докмит, процес вербал, conform проведериал артикул 122 л. 1. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства происшествия. Лицам, которые будут признаны виновными, грозит штраф до 10 тысяч леев. У цветоводов наступила жаркая пора. Они готовят сотни тысяч цветов к продаже в преддверии Дня всех влюбленных и 8 марта. Самые востребованные из них тюльпаны в этом году подорожали на 20%. У нас где-то 25 видов. Strong Life идет, Strong Gold, Barcelona Beauty, Barcelona, Fabia, Cacharello, пионовидный. Музыка Этот сорт называется Габриэла. Он нежно-розовый. Он очень-очень красивый. И в бутиках очень он в спросе. Этот сорт у нас второй год. В этом году стоимость одного тюльпана напрямую от производителя на 2 лея выше. Цветоводы говорят, что если бы зима была более морозной, стоимость главного весеннего цветка могла быть еще выше. В прошлом году было от 8 до 10 лей. В этом году как бы есть 10 до 12 мы держимся. Отапливаемся в угле. Посчитать 100 тонн в прошлом году, и в этом году себе потрачу 60 тонн или 70, я выйду тоже на те же рассады, что в прошлом году. Чтобы получить готовый тюльпан, нужно работать несколько месяцев. На 30-40 сантиметров меняем землю, потому что, чтобы красивее тюльпан. Должно быть тепло. Ну, первоначально мы начинаем потихоньку поднимать. Теперь тоже сначала 9 градусов, потом 10, 12, 15. Но всегда земля должна быть влажная. Не перелита, не сухая, но влажная. Кроме тюльпанов, ко дню всех влюбленных и международному женскому дню Ирина высадила в теплицах и другие цветы. Здесь у нас цикламен, это цветок весенний. Где-то здесь же есть тысяч цикламен. Плюс у нас есть герань, где-то 4 тысячи герань. В тепличном хозяйстве трудятся порядка 10 человек. Люди говорят, что они очень любят свою работу. Приятно с ними работать, они разные все. Я беру, мы режем луковицу и удлиняем. И дальше идет уже к фасовке. Это не очень-то сложная работа, но ответственная. Потому что, чтобы не поломать тюльпан. Срезанные цветы ждут покупатели в специальном холодильнике, который семья построила в этом году. Здесь мы будем хранить тюльпаны и дальнейшие наши цветы. И устому кризантему, что мы будем выращивать. Здесь еще нет установки. Сейчас на этой неделе должны на эту и установку привезти. До сих пор она нам не нужна была, потому что тюльпанов еще не было так уж много. Еще здесь полки должны быть. Продает красивый ароматный товар семья Калетник по всему северу страны, в Бельцах и в Кишиневе. Обдовая стоимость тюльпанов – 12 леев. На этом у нас все. Увидимся на следующей неделе.